привет я много раз уже говорил о том что я не делю музыку на тяжелую легкую на поп на рок на джаз на прогрессив арт и прочее я слушаю просто музыку ну а когда приходишь в магазин тогда уже пользуешься этими самыми определениями я хочу посмотреть джаз я хочу посмотреть рок я хочу посмотреть дэв или там что-то а мне лично все равно как это называется для меня и джон калтрейн и джон леннон это в общем та же самая музыка все это музыка просто разное настроение разные подача разный ход мыслей разные инструменты и прочее прочее это я к чему к тому что мне очень нравится звук барабанов вообще я считаю что барабаны в группе этого в принципе самое главное андрей свин панов говорил что для того чтобы написать песню нужно чтобы в голове звучал барабан на мой взгляд он прав хотя мелодию и все остальные составляющие песни никто не отменял это все что я говорю это конечно метафоры можно так сказать ну я начал с того что не делю музыку на тяжелую легкую и вот группу сепультура я тоже не отношу ни к какому стилю не к тяжелому року ник хэви метал ник дэв не к дум ни к чему такому это просто кайфовая музыка мне она очень нравится у меня всего две пластинки сепультура осталось в коллекции потому что в то время когда хорошие пластинки сепультура выходили они выходили на компакт дисках в россии было доступно вот эта самая штука под названием компакт диск и у меня они были в виде сиди а потом все сиди как я уже говорил много раз я ликвидировал и собираю пластинки вот две пластинки у меня есть все не укупишь как вы понимаете несмотря на то что коллекция приличная более-менее но все альбомы сепультура мне как-то не не собрать пока что еще тем более что они не очень часто попадаются в магазинах два очень хороших переиздания сепультура сепультура райс и карл сайди который я хочу сегодня показать и про них немножко поговорить ральс мне понравился сразу когда я еще не слышал этот альбом когда увидел в магазине компакт диск мне понравилась обложка я тут же купил стал дома слушать получил огромное удовольствие потому что несмотря на тематику несмотря на то что первая песня райс восстание все и дальше тоже все идет мардер и прочие прочие ужасы музыка мне показалось достаточно веселый опять-таки несмотря на все составляющие она очень интересная она очень заводная она очень странная не похожа на традиционный рок что мне наиболее приятно из этого всего потому что традиционного рока полным-полно и весь хороший традиционный рок у меня собран несколько тысяч пластинок достаточно чтобы собрать все хорошее что есть традиционном так называемом классическом уроке классическому року я отношу и новую волну и новых романтиков и брит поп и шугейс и много чего из того что выходит сейчас в общем все там основано на традиции так или иначе здесь традиции никакой нет здесь в понимании классического урока нет голосовой мелодии вообще хотя она конечно же есть но если сравнивать то что поет макс кавалера с другими вокальными построениями других групп это конечно трудно назвать мелодией это дикий крик дикого человека совершенно в диком обществе находящегося но все здорово очень и очень круто сыграно очень быстро очень технично с очень хорошими тембрами необычными просто прекрасно но это была для меня просто хорошая веселая пластинка хотя вторая сторона альбома здесь уже какой-то прогрессив рог начинается в чистом виде очень сложное построение хотя их называют death их называют там как угодно трэш мне все равно как это называется но слова death я бы к сепультуре вообще не применял потому что death это смерть как известно несмотря на то что огромное количество песен сепультуры посвящены смерти музыка призывает к жизни и к действию к совершению каких-то поступков то есть в любом случае к чему угодно но не к смерти возможно она призывает к борьбе я думаю что артисты так и планировали ну борьба она всякая бывает борьба с самим собой самое главное победи себя и тогда все остальное будет уже не страшно это что касается райс но сегодня я хочу поговорить больше вот об этом альбоме который для меня был чем-то вроде бомбы такой разорвавшийся в сознании я совершенно обалдел от этой пластинки считаю ее лучшей из того что группа сепультура а я слышал много их пластинок мне кажется это лучшее из того что они вообще выпустили сделали это переиздание как я уже и говорил такое красивое двойное с кучей бонусов бонусы здесь тоже очень хорошие например здесь есть песня где же она где же я еще и еще и но неважно неважно вторая пластинка очень интересная а вот на на этом переиздании здесь среди бонусов оргазма трон группа моторхед присутствует а здесь а ну вот симптомов да и не вас black sabbath есть среди бонусов очень интересно сыгран но альбом насколько я представляю записан очень богатыми людьми и райс продавался отличное то что было до и райза выпущена тоже продавалась очень хорошо музыканты зарабатывали нормальные деньги туры которые длились по году все это приносит приносило им приличный доход они могли выбирать любую студию из всех существующих в мире эта пластинка писалась в англии в уолисе в студии rockfile studio под названием не дешевое мероприятие тем более что сняли они ее надолго насколько я помню я читал что такое что они дней 10 занимались только настройкой барабанов студии нас носу настройка в смысле не настройки барабанов а настройкой звука барабанов и очень правильно сделали то о чем я говорил что барабаны это главный инструмент группе а если барабанщик хорошие а если композиторы хорошие что я имею ввиду композиторы которые прописывают партитуру группы всю не и в этой партитуре барабаны не являются драм-машины и сопровождающим инструментом который задает ритм не является метрономом а является полноценным инструментом который играет сложные партии входящие органично очень в структуру что здесь и делает кавалера игорь прекрасный барабанщик то это очень приятно слушать очень интересная не то чтобы я всегда слушаю барабаны я всегда слушаю барабаны но я обращаю на них очень большое внимание всегда это важнейшая штука ну так вот эти богатые люди настолько откровенно занимаются критикой современного общества хотя это девяносто третий год но то что поет здесь сепультура настолько настолько же современно и сейчас как было современно и актуально в девяносто третьем году может быть сейчас даже более актуально вот какой-то у меня возникает дисбаланс вроде богатые люди должны наслаждаться жизнью должны получать удовольствие от жизни пользоваться всеми благами той самой цивилизации которую они адски критикуют разрывают его на части уничтожают и поют о том что это полное дерьмо мир в котором мы живем это полное дерьмо это ужас и призывают к чему репьюз резист сопротивляйся 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 борись и уходи и здесь все начинается с кавалеры как пишут критики кстати говоря группа сепультура уже в альбоме и райс начала использовать бразильские национальные мелодии вот послушайте гитары как там играют гитарные партии местами не надо слушать гитарные партии местами надо слушать начало песни refuse resist как играет макс кавалера какие он играет вот эти вот бразильские ритмы на малом барабане и на томах через бочку какой он выдает рисунок барабаны сразу понятно что это бразилия можно не дожидаться даже гитарных этих самых партий расписанных критиками что говорит о критиках кстати очень много если на гитаре играются какие-то около испанские около бразильские похожие вещи то ага это элемент фолка если на барабанах играется рисунок это просто мимо ушей проходит ну да ладно refuse resist дикие бразильские барабаны тяжеленные рифы refuse resist идет текст после куплета начинается гонка если сначала в среднем темпе потом грязкой резкий бросок вперед и вот это самое сопротивление и борьба пошла выраженная в музыке территории следующая песня всем известный клип наверное но кому неизвестный можно его не смотреть можно послушать эту песню территория одна из сильнейших песен на этом альбоме save new world страшноватая вещь но наиболее страшно это амин конечно это песня если мне не изменяет память посвящена тому что в техасе одна секта сама себя сожгла а может быть это был случайный пожар совершенно неизвестно но песня очень страшная начинается с речитатива потом все культуровские тяжелые рифы с гитары с пониженным строем андреас кисер играет на такие на таких низах с такой с таким зверским тембром что просто красота а в этом секция поддерживает она не поддерживает она играется на достаточные партии очень мощные и вот этот странный вокал кавалеры очень странный как бы с отсутствием мелодии но при этом с присутствием мелодии и вот это очень такое оказывает воздействие странное что понимая что мелодия есть но по всем законам как бы ее нет вот такой парадокс а парадокс это и есть искусство настоящее искусство конечно середине женский вокал печальный прощание с миром и потом собственно говоря начинается пожар который играет на гитаре уже кисер к и у вас акустическое полотно которое многим нравится за то что она лирическая и красивая а посвящено она массовому самоубийству бразили племени бразильских индейцев земли которых правительство решила отобрать это племя совершил массовое самоубийство так что это скорее не лирическая акустическая песня а в смысле пьеса это инструментал а реквием который исполнил группа сепультура но пропаганда пулеметная совершенно пулеметная вещь единственная такая очень быстрая песни сепультура на этом альбоме быстро и хорошая песня который мне не нравится боя тех из годзилла многим нравится о вкусах не спорят кому-то что-то нравится кому-то не очень но она музыкально мне кажется неинтересной но она тоже посвящена чему посвящена конференции биологов проходившие в рио-де-жанейро где обсуждалась возможность исследования вирусных заболеваний на живых людях веселое полотно но ум это очень страшная штука опять таки посвящена песня людям которых изгоняют с родной земли и две моих любимых песни два любимых произведения we who are not as others песню текст который состоит из двух фраз а точнее из одной фразы музыкально очень интересная очень интересная закрученная и в конце с диким хохотом сворованному группы black sabbath с пластинки саботаж сделано то не своровано не сэмпл взят а также также весело и страшненько сделано и манифест конечно это штука которая больше всего похожа на king crimson в хорошем смысле опять-таки не сворованы ничего не сворованную king crimson но такое мастерство такая фантазия столько частей в этой песне манифест такая она музыкально наполненная набитая просто музыкой просто не впихнуть уже туда ничего там так всего много и и так все на месте так здорово так мрачно тяжело и страшно манифест это конечно шедевр the hunt это прихоть уже игоря кавалеры эта песня группа new model army который мне не очень нравится на самом деле и она здесь кажется лишней вообще на альбоме это такой традиционный какой-то злобный хороший но очень традиционный панк а вся музыка сепультура здесь вообще вне традиции а эта песня выбивается ну и последняя вещь она тоже сепультуровская хорошая тяжелая так что весь альбом это просто изюминка диковинка шедевр как угодно можно называть одна из лучших пластинок наверное вот этого тяжелого гитарного современного альтернативного металла вот я скатился к общепринятым определением на самом деле очень здорово чем многие читатели рецензенты пишут что этот альбом очень простой музыкально в отличие от райс который очень сложный ничего похожего он дико сложный попробуйте сыграть исполнить а попробуйте главное придумать такую музыку ну не в сложности дело а в том что это просто очень хорошая очень цельная и осмысленная музыка и чтобы осмыслить ее еще лучше я пошел пить вместе с вами пока